19 сентября в России завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва. Официальные итоги результатов выборов в Ненецком автономном округе подвел глава регионального избиркома Иван Макаров. Выборы в Государственную Думу в 2021 году проводились по смешанной системе, по одномандатным округам и партийным спискам. Участие в выборах принимали 14 политических партий, как парламентских, так и нет, и кандидаты-одномандатники. В Ненецком одномандатном округе за депутатский мандат боролись представители шести политических партий. В голосовании по партийному списку приняли участие 14 994 избирателя, что составляет 42,6% от числа избирателей. В голосовании по одномандатному избирательному округу приняли участие 12 498 избирателей, что составляет 36,1% от числа избирателей. Досрочно на территории округа проголосовали 2420 избирателей, в том числе 2173 вахтовика, 211 работников оленеводческих хозяйств и 32 жителя тех населенных пунктов, где не образовывались, не создавались избирательные участки. В ходе предвыборной кампании избирательная комиссия Нинецкого автономного округа рассмотрела три жалобы, связанные с ходом агитации, и приняла по ним соответствующее решение. В настоящее время ни по одному избирательному участку результаты голосования не оспариваются ни одним из участников избирательного процесса, ни избирателями, ни кандидатами, ни политическими партиями. Впервые за ходом выборов в режиме реального времени можно было следить по мониторам в Центре общественного наблюдения. На мой взгляд, опыт положительный, первый раз в истории Российской Федерации, и думаю, что таким способом была обеспечена полная легитимность прошедших выборов. Все три дня голосования круглосуточно в Центре общественного наблюдения дежурили наблюдатели. Только в нашем регионе было подготовлено порядка 110 человек. Все три дня мы дежурили в Центре общественного наблюдения, и вот этот механизм онлайн наблюдения за выборами, он показал, конечно, себя эффективным. В частности, те сообщения, которые поступали на полуцентр, нам удавалось прямо в режиме реального времени проверять, и нарушения не подтвердились. В ходе брифинга глава регионального избиркома проинформировал представителей окружных СМИ об официальных итогах выборов в Государственную Думу в Ненинском автономном округе по партийным спискам. В пропорциональной части выборов победу на территории Ненинского автономного округа одерживает партийный список политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации с результатом 4917 голосов или 31,9%. В целом по округу политические силы на выборы в Госдуму среди партий распределились следующим образом. КПРов более 31%, Единая Россия свыше 29%, ЛДПР более 11%, Справедливая Россия за правду свыше 7%, Новые Люди более 6%, остальные партии не преодолели 5% барьер, как и в целом по стране. По одномандатному избирательному округу номер 221 победу одерживает Сергей Николаевич Коткин, кандидат выдвинутой политической партией Единая Россия с результатом 5072 голоса или 39,5%. Из шести кандидатов, принимавших участие в выборах по одномандатному избирательному округу, голоса избирателей распределились следующим образом. Лидирует Сергей Коткин, представитель партии Единая Россия, а далее идет Михаил Райн, кандидат от КПРФ. И замыкает тройку лидеров Андрей Смыченков, представитель ЛДПР. Также у нас на территории Ниньского автономного округа в эти дни прошли муниципальные выборы. Определился победитель в одномандатном избирательном округе на дополнительных выборах округ номер 6. Портовый в городе 192 голоса, 192 избирателя с результатом 42,7% поддержали Елену Кислякову. Главой Пустозерского сельсовета избрана Светлана Макарова. Она набрала 156 голосов с показателем более 75%. В муниципалитете также выбрали местных депутатов. В селе Оксино из четырех мандатов три достались кандидатам от Единой России. И один самовыдвиженцу. В поселке Хангурей два мандата распределились между кандидатом Единорусом и самовыдвиженцем. В деревне Каменка победу одержал самовыдвиженец. На избирательные участки в дни голосования в этом муниципальном образовании пришли 36,6% избирателей. На выборах главы Малоземельского сельсовета победил самовыдвиженец Николай Марьюев. За него проголосовали 272 избирателя, что составило 64% от всех голосов. Также здесь был сформирован поселковый совет. Из семи депутатских мест поселкового совета депутатов шесть мандатов получили кандидаты от партии Единая Россия. Один кандидат от политической партии Справедливая Россия. Патриоты за правду. Жители поселка Амдерма на прошедших выборах голосовали за депутатов поселкового совета. Это семь мандатов получат четыре кандидата от политической партии Единая Россия, один от ЛДПР и два кандидата, которые выдвигались в порядке самовыдвижения. В многомандатном избирательном округе в ОМЕ также голосовали за депутатский корпус. В состав совета по результатам голосования войдут три представителя от Единой России, по одному от ЛДПР и СССР. Явка в муниципальном образовании составила 35,5%. Как видите, в округе действуют и пользуются поддержкой избирателей различные политические силы, что является признаком здорового общества и нормальной общественно-политической обстановки в регионе. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.